Здравствуйте, уважаемые студенты. Здравствуйте, уважаемые студенты для студентов специальности «Электроэнергетика». Позвольте вас познакомить с планом лекции. Мы будем двигаться от простого к сложному. Начнем с введения, общее положение, назначение реализированной защиты автоматики, элементы, функциональные части реализированной защиты. Ну и разберем основные свойства, требования определенной границы защиты согласно основного документа ПОЭ. Давайте сейчас ознакомимся со связью нового материала, ну, с изученным вами ранее. Связь представляется следующее, что вы получили теоретические и практические представления по вот этим разделам, приведенным у нас на слайды, и дисциплинам. Ну, можно сказать так, что все дисциплины, представленные вот в этом списке, являются крайне важными, потому что вот теоретические основы ультратехники дают основные понятия об электрическом токе. Основные схемы к соединению должны четко различать, что есть однофазные, трехфазные системы, есть переменные, постоянные ток. Это вам и позволит как бы изучать, и вы там, думаю, изучали еще и отдельные элементы этих схем. Электрические машины, ну, самое главное разделы, что вы изучали, это разделы трансформаторы, электрические машины, ну, это в частности, милые доли продвигатели, ну, и другие элементы. Электрические сети системы, ну, это, конечно, все линии, подстанции, связанные в единую сеть и имеющие законы функционирования. Переходные процессы помогут вам выполнить расчет только в короткого замкания, потому что это является основным из опасных режимов работы энергетической системы, которая несет за собой множество проблем, связанных с разрушением ток ведущих частей, порчи оборудованием, возникновением пожаров, взрывов, ну, и других неприятных последствий короткого замыкания. Потом дисциплины электрические станции и подстанции вам позволили получить полностью представление о структуре подстанции или электрической станции. Ну, все дисциплины важны и, трудно, как бы, выделить единую, они должны быть представлены в таком вот неком комплексе. Что касается самой дисциплины, да, дисциплины уже изучаются на последних курсах, на последнем курсе именно, и поэтому больше пригодно, как бы, вам будет для написания вашей выпускной работы, то есть диплом работы. все вы будете там заниматься проектированием системы для снабжения какого-то предприятия, может быть, проектированные электростанции или подстанции. Это уже все будет зависеть от задания руководителя. Ну, ни всякого сомнения, что без расчетов, допустим, защиты трансформатора вам никак не обойтись, генераторы электрического двигателя. В основном, это же опыт многолетний показал, что больше, наверное, все-таки направлено защиту трансформаторов. Поэтому роль этой дисциплины, связь с другими дисциплинами является весьма значительной. Ну, а на производстве данный раздел техники является существенным, важным, в плане что там сосредоточиваются, мне кажется, даже наиболее такие технические подготовленные, грамотные инженерные кадры, потому что сейчас в современном этапе, в первую очередь, это работа микропроцессорной компьютерной техникой, но и с электромеханическими системами, поэтому требует значительной первоначальной подготовки. Так что, думаю, освоив этот привет, вы сможете и на практике работать еще помимо общей энергетики, еще и в службах релинс-счета и автоматики. Для этого нужно серьезно изучить все разделы, а также еще ознакомиться с дополнительной литературой, которую я вам там представлю в конце нашей лекции. Давайте сейчас приступим уже непосредственно к самой лекции, но я хотел бы еще ответить, что я как бы не являюсь автором представленных мной физических законов, формул, математического аппарата, графика физической зависимости различного рода принципиальных схем, ну, другого материала, который я здесь представил в своей презентации. Эти презентации составлены с многих презентаций, в различные годы я их составлял. Ну, взяты они все из открытых устойчив, то есть вся информация представленная уже опубликована, взяты из открытых источников и целью является только ознакомление общественности, с накопленными научными знаниями в данной области техники. Ну, мной активно используется интернет, например, вот такие сайты, как Википедия, ну и другие сайты, их очень множество, вы можете все эти вопросы найти, просто прибегая к простому прямому вводу этих слов. Так, ну, с планом лекции мы уже ознакомились, вот, я сказал, что он состоит из нескольких основных этапов, важных которых я выделил, они вам помогут более полно изучить, ну и войти первоначально в курс дела, как говорится, для того, чтобы построить в дальнейшем самостоятельно спроектировать систему релейно-защиты автоматики какого-то сложного объекта. Ну, хотел бы сейчас сказать, что, что такое у нас релейная защита, дать какую-то характеристику, она может быть звучать по-разному в некоторых источниках, но больше сводится, как бы, к основным понятиям, что релейно-защиты автоматики – это комплекс автоматических устройств, состоящих из устройств автоматического управления, устройств автоматического регулирования. Что такое устройство автоматического управления? Он включает в себя устройство рейно-защиты и автоматики, а к автоматике у нас относятся системы АПВ и АЧР, которые вы уже изучали ранее. Ну и другие системы, их очень множество, мы будем постепенно их все изучать. Устройство автоматического регулирования включает в себя различные автоматические регуляторы частоты и возбуждения, коэффициентной трансформации, ну, которые помогают нам обеспечить, в первую очередь, качество электроэнергии, потому что электроэнергия с недавнего времени стала, как бы, товаром, и каждый товар имеет свое качество. Вот для того, чтобы на станции держать частоту тоже необходимо специально системы автоматики. Вот. Ну, теперь перейдем к непосредственному назначению уже защиты автоматики. Быстрое выявление автоматического отключения поврежденных элементов системы снабжения от остальной неповрежденной части. Выявление нарушений нормальной работы оборудования, ну, как называемых, ненормальных режимов, и подачи прибыльных сигналов, ну, или впоследствием отключения. То есть регулирования защиты может действовать не только как на отключение при таких сложных ситуациях, как короткое замыкание, но и на просто подавая определенные сигналы, ну, в виде звуковых зуммеров, которые могут там, звонков, визуальных систем телемеханики, телеметрии, которые передают информацию, то есть начинают от простых банальных лампочек, мигающих на беспечерском пульте и до горящих табло. Ну, а сейчас в данном времени больше всего этой информации ввозится на экраны компьютеров, то есть визуализируется при помощи компьютерной техники, что более удобно. Сразу разворачиваешься на нано-схемы, мнемо-схемы вот этих устройств системы электроснабжения уже выискиваются на экране, вам проще ориентироваться, где в каком месте произошло какое-то повреждение, где было короткое замыкание, что было отключено, какие совершались переключения, все это более видно. Ну и старый вариант диспетчерского пульта, где мнемо-схема уже представлена в каком-то большом табло с мигающими лампочкой. вот быстрое выявление, именно автоматическое отключение поврежденных элементов, это главный аспект, на котором я хотел бы заострить внимание, потому что человек не способен быстро реагировать на различного рода повреждения, происходящие в энергетических системах и оборудовании. Слишком быстро процессы происходят, и ни человеческий глаз, ни человеческие мышцы не способны реагировать так. Ну а тем более, представляю, что процесс растянутый во времени, и в течение суток человек не может однозначно обеспечивать защиту, ну так называемый человеческий фактор. Поэтому со времен зарождения энергетики стали искать пути именно автоматического отключения. Это первооснова всего, потому что оно более быстрое. Автомат, в отличие от человека, не может заболеть и постоянно готов уже к работе. И не может это отвлечься. Бывает, что человек отвлекается на какие-то построения вещи, и в этом происходит какое-то серьезное событие, которое может упустить автомат, и такого позволить не может. Поэтому вот выделенные аспекты являются наиболее важными. Ну, наиболее опасными повреждениями, которые занимаются данные дисциплины и вообще реагируют на какие наиболее опасные повреждения. Вы уже знаете, это после дисциплины переходные процессы, которые вы изучали. Вы определили, что это междуфазные короткие замыкания, они более такие мощные. Вот, потом есть замыкания на землю. Вот, особенно такие замыкания на землю, характерны большим током для систем с глухоземельной нейтралию. Ну, выбор нейтрали, думаю, что вы проходили ранее. Почему у нас системы с глухоземельной нейтрали? Почему с изоляцией нейтрали? Это больше экономические показатели в плане выбора толщины изоляции, то есть по понятиям больше изоляции и безопасности выбраны. Потому что разные значения перенапряжения происходят в этих системах. И вот поэтому системы глухоземельной нейтрали, короткие замыкания на землю, они более частые и более мощные по токам. Если в изоляционной нейтрали составляет единицы ампер, то десятки там, редко когда сотни, обычно это десятки, как я показала практика, то это незначительные токи для линий. Они могут быть даже меньше рабочего тока. Их очень сложно выявить с одной стороны. Вот, нужны специальные методы и средства для их выявления. А вот в системе глухоземельной нейтрали, такие короткие замыкания уже ярко выражены и соображаются большим током. Для уменьшения размеров аварии, размеров повреждения, необходимо быстро выключать поврежденный элемент. В ряде случаев поврежденный элемент включается именно за долю секунды. Ну, конечно, есть и защиты, которые имеют выдержку времени секунды и даже минуты. Мы потом это разберем, зачем это сделано. Ну, чем быстрее вы отключаете какой-то поврежденный элемент, то есть чем выше быстрое действие защиты, тем меньше размер и характер вашего повреждения. А термодинамическое действие тока, оно несет серьезные последствия для токоведущих частей, они могут просто у вас испариться за небольшой промежуток времени, даже вы не успеете среагировать. Деформации возникают, повреждения, искривления их, и если вовремя не пройдет отключение, то они просто-напросто расплавляются. Соответственно, потом грозит очень большой и дорогостоящий ремонт. Ну, а клиент останется без электрического снабжения, то есть будет перебой электроснабжения. Ну, основным элементом режима защиты автоматики по-прежнему остается реле. Конечно, реле за те долгие годы, оно многократно трансформировалось уже практически около 200 лет. Этот аппарат известен миру, и он постоянно модернизировался, трансформировался, с развитием техники и технологий приобретал новые формы. Ну, пока термин этот хоть и уже морально устаревает, но он еще остался в обиходе, и мы им будем пользоваться, потому что это будет являться элементом. Несмотря на то, что это уже является микропроцессором, он имеет многофункциональность, так как ваш сотовый телефон или смартфон, но это все-таки остается телефоном, вы называете, да. И также реле, несмотря на свое вот это расширение функций, оно остается со старым названием. Теперь посмотрим, что для обеспечения надежности и бесперебойности электропитания применяется следующий автоматический устройство, который мы будем впоследствии изучать более подробно. Ну, вы их уже, наверное, отчасти изучали, и я просто напомню их основные аббревиатуры и названия. Система В – это автоматические включения резервов. Крайне полезная автоматика. Понимаете то, что у нас есть объекты разного значения, и в некоторых объектах перебой даже вдоль секунды уже плечет за собой негативные последствия. Особенно это связано с, ну, как бы я сказал, с компьютерной техникой, с микропроцессорной техникой. Вот эти сбои, даже кратковременно, я же не говорю, там, часами перебоя, они приводят к тому, что объект может пострадать. И для этого применяется несколько линий, где автоматика автоматически переключается с одной линии на другую, и тем самым ликвидирует этот провал и перебой в электроснабжении. Очень широко применяется система АПВ, то есть автоматическое повторное включение, выяснили, тоже уже сталкивались. Она очень широко применяется, в основном, на линиях. Естественно, на линиях высокого напряжения часто, ну, и АПВ используется на линиях и 635 кВ, ну, больше напряжением от 110 кВ и выше. Ну, это тоже один из элементов надежности без перебой сверхснабжения. То есть автоматические линии включаются после ее отключения при коротком замыкании. Вот. Потом следующий элемент автоматики – это АЧР. Это автоматическая частотная разгрузка. Ну, частотная разгрузка стоит в основном на шинах крупных распределительных пунктов. То есть такие подстанции есть, такие узловые там могут быть. Ну, в основном, конечно, это на электрических станциях, которые у нас размещены на территории Казахстана. В основном, тепловые станции, потому что, ну, как бы сказал, большинство электрических энергий, которые получаются в Казахстане, вырабатываются за счет сжигания угля на тепловых электростанциях. Ну, примерно где-то больше 80% по разным оценкам экспертов. Это, я бы сказал, даже 90, близко к 90. Остальное энергию у нас добывается путем использования гидрогенераторов. Ну, атомные электростанции у нас не построены. Может быть, это и к лучшему. Вот. Вот. И немного, совсем менее 1%, это у нас в альтернативной энергетике. Я бы сказал, что это область только находится в зарождении, начатость на стадии, и пока львиная доля электричества у нас получают за счет уже тепловых электростанций. Вот эта система АЧР там используется. И далее система у нас, которая идет на АРВ, она тоже устанавливается там же на синхронных генераторах тепловых электростанций и занимается автоматическим регулированием возбуждения этих генераторов. Потому что знаете, что у нас меняется очень часто частота вращения генераторов, от переменной его нагрузки. Ну, то есть, если мы отключим линию, сбросим нагрузку, вот, отключим короткое замыкание, то есть генераторы переведем в холостой режим, вот, и у него обороты резко возрастут. Знаешь, резко возрастет напряжение. Может скатнуть до двух значений. Это как бы очень опасно. Поэтому это возбуждение нужно погасить. И чтобы его правильно включить, нужно гашение этого возбуждения. Потом также есть, эта же система занимается и регулированием частоты вращения. Это важный фактор поддержания частоты сети. Потом для трансформаторов я бы рекомендовал дальнейшему проекту и вашей дипломной работе использовать систему РПН и оснастить трансформаторы от системы для регулирования нагрузки. Применяются автоматические системы у нас в управлении сейчас очень широко. Вот, это АСУ, ну, то есть АСКОИ, еще современное, более современное название. Ну, с приходом микроцессов особо ничего нового не произошло. В энергетике как бы все осталось по-прежнему. Но просто эти системы стали многофункциональны, приобрели каналы связи. Вот, я все запоминаю сейчас элографы. Все было объединено в одну по двухфункциональную систему. И теперь передача информации, а также ее сбор уже облегшился. Не нужно производить какие-то обзвоны диспетчерских пунктов, взвести записи в журналах. Все это автоматически в логах хранится и может быть постребовано в любой момент. То есть телеметрия, телеизмерение, телесигнализация, телемеханика, телеуправление, они подключаются вот в эту систему АСУ. Ну и также в настоящее время созданы эксплуатации системы телемеханики, телевизмерной защиты четвертого, пятого, ну и более высоких поколений уже, которые отличаются, ну как бы, более высоким быстродействием, надежностью, ну и другими положительными качествами. Ну вот давайте посмотрим систему электроснабжения различных предприятий, объектов. Вот, сейчас попробую выделить какие-то вам вещи, чтобы объяснить. Ну вот здесь я объединил промышленные предприятия, здесь у нас жилой сектор, то есть дома, здесь какие-то частные объекты, которые могут быть сильно удалены, ну и объекты, допустим, связи, ну, может быть, другие объекты, которые тоже имеют определенное удаление от электростанции. Вот здесь показана линия, по которой электрический ток, это в основном где-то 110 кВ и выше, доставляется от какой-то энергетической системы на наш вот этот вот объект. Ну, я вам сразу скажу, что чем выше напряжение, тем меньше потери в линии, вы это уже, наверное, знаете. Поэтому, ну, вот линия, как вот здесь изображена, изображена двухцепная, двухцепная, значит, две линии идут на одних стойках опоры. Это как бы повышает надежность, если одна линия отказа по каким-то причинам, или она выводится в ремонт, там замены изоляторов, какой-то ремонт производится, то вторая цепочка может оставаться в работе. Но это вообще как бы увеличивает пропускную способность этой линии, много чего, поэтому как бы линия испоказана двухцепная. Вот эта линия идет от какой-то электростанции. Такие линии идут, допустим, в город Балхашия 220 вольт, в Караганду 110 кВ приходит, в основном 220 кВ. То есть линии типичные для всех. То есть у нас больше используются линии воздушные, чем линии кабельные. Кабельные линии в основном используются в системах 6-10 кВ. Ну и типичные, естественно, 0,4 кВ. Наоборот, там линии применяются меньше, чем вот в этих высоковольтных. Ну, последние американские разработки кабельной системы показали, что выгоднее использовать кабель вот через 100 кВ. Он опережает по своему уровню линию. линии электропередачи. Вы смотрите, что подстанция на каждом промышленном объекте, крупном заводе, фабрике, сейчас обязательно стоит своя подстанция. Называется ГПП. Вот. Главная понизительная подстанция. Вот. Еще называется она подстанция глубокого ввода. То есть, когда непосредственно высокое напряжение не от районной подстанции, а потом по линии уже идёт к предприятию, а сразу от какой-то электростанции идёт напрямую к предприятию. Таких из примеров заводов у нас в Караганде шахт можно привести много. Это современная схема электростанабжения. Вот. Потом от этой подстанции, ну, районной подстанции, допустим, дальше трески ток расходят уже по объектам газской инфраструктуры. И вот могут тут увидеть и линии и 380 вольт. То есть, 0,4 киловольта воздушные. Там четыре провода идёт. То есть, все фазы. И ещё нейтральный провод доставляется. Может быть, непосредственно каким-то другим объектам, жилым домам подходит. Вот эта вот линия передачи. Ну, напряжение здесь разное. То есть, для магистральных линий, в основном, характерно, это высокое напряжение 110 кВт и выше. Внутри зоновые системы, вот предприятия там какие-то, это 6-35 кВт. Ну, хотя сейчас напряжение 6 кВт и напряжение 35 кВт, они являются уже морально устаревшими. Линии такие данного типа уже не проектируются и не закладываются в эксплуатацию. Сейчас у нас напряжение таких систем идет 10 кВт. Вот маленькие подстанции нашей ТПшки. Ну, в перспективе зарубежные образцы есть 15-18 кВт. Пока у нас ещё идёт только перевооружение шестёрки, переходим на десятку. вот эти объекты, это которые на каждом будут стоять какие-то элементы релейной защиты и автоматики. вот давайте здесь сейчас, сейчас я анимацию. и продолжим. Вот, привёл вам простой пример пульта рейн-счет автоматики на подстанции. Ну, будете на практике или уже были на практике, наверное, думаю, все ознакомились. Вот это отдельный пульта рейн-защиты, указанный присоединение. Если что-то происходит, тут происходит отключение защитное и уже оператор потом, приходя на место, может внести какие-то временные корректировки, заново включить, допустим, тот объект, который был отключен какой-то причине установить, что было за замыкание. Ну, то есть вот такой современный вид обычно должна иметь подстанции. Хотя есть и подстанции со старыми релюшками. Ну, вот здесь в зависимости от аппаратного оснащения, то есть реле могут быть, как я сказал, что микропроцессорные по проводнику, альтромеханические, и они имеют свою определённую долю. Сейчас в секторе состоят, это зависит от, конечно, уровня линий в Казахстане. Ну, это вот, в частности, здесь линия с России получены. Там идет модернизация, у нас тоже идет модернизация. В России выпускаются собственные реле, ну, и у нас тоже есть такие же производства реле. То есть в основном сейчас электромеханические системы, они сначала преобладали, теперь постепенно они заменяются, вытесняются. Ну, в любом случае, пока еще полная глубокая модернизация не в российской системе электроснабжения, не в нашей, не проведена. Ну, просто вопрос модернизации, это уже дело будущего. Вот здесь большой сектор занимает электромеханические пока еще системы. В некоторых случаях на отдельных элементах они даже доминируют. Допустим, на многих подстанциях они еще остались, особенно на подстанциях, которые построены давно, еще в советские годы, они доминируют. Микропоцессоры, вот видите, занимают зеленый сектор, не так много в зависимости от класса напряжения. В основном, конечно, больше в классе напряжения 330-850 кВт, миллион кВт, миллион вольт, миллионники вот эти линии. Они просто уже построены недавно, и там уже заведомо использовались микропроцессоры. Модернизация все равно будет. Вот видите, красный сектор еще остался. Это реле второго поколения, это статический реле, то есть микроэлектронный реле, который некие гибриды осуществлялись между электромеханическим реле и микропроцессором. Ну, микропроцессоры там особо не используют, просто используют полупроводниковые элементы. И синие секторы — это микропроцессоры. Ну, со временем, я думаю, что эта доля синего будет увеличиваться. Это уже вопрос просто времени. То есть микроэлектронный реле будут со временем в защите преобладать. Вот. Теперь давайте разберемся с главным понятием — это вот виды повреждений. Виды повреждений. То есть я их так классировал, вот так, как представлено на данном слайде. Это трехфазное замыкание, то есть оно может металлическим быть, двухфазное замыкание, однофазное замыкание — это все металлические газеты, когда замыкают только ведущие части. Или же ток ведущей части замыкает на корпус какого-то внутри. Может быть, витковые еще замыкания. Такие же роды замыканий, как трех-, двух- и однофазные, имеются и замыкания на землю. Ну, допустим, простой пример, когда может возникнуть трехфазное замыкание на землю. Это когда опора уже будет повалена ветром, допустим, и провода касаются земли. Также возможны такие понятия, как двойное замыкание на землю. Это, в основном, свойственно для систем с треугольником. Там линия может работать, тогда фаза может иметь замыкание на землю. Когда происходит двойное замыкание на землю, то ток резко возрастает, и тогда в тех же генераторах часть магнитопровод даже может выгореть, прийти в негомость. То есть такое замыкание должно быть немедленно отключено. Хотя с одним замыканием система может оставаться в работе. Ну и разрыв фазы, когда просто нет питания. Вот в данной таблице мной проведены вероятность возникновения этих событий. То есть, как видим, что трехфазное замыкание – это крайне редкое замыкание. И крайне редко встречается, потому что это, ну, когда все три провода реже замыкают. Более часто это встречается двухфазное замыкание, когда провода, допустим, схлестываются при ветре. Вот. Потом двухфазное замыкание на землю тоже частенько встречается в системе. Ну и еще у нас очень часто в дальнейшем в космосе встречается однофазное замыкание. К чему приводит короткое замыкание? Ну, это, в первую очередь, электродинамическое действие, термическое действие, снижение напряжения. Вот эти вот факторы, они негативно влияют. Потом у нас еще бывают следующие ситуации связанные с нормальным режимом работы. Это перегрузка оборудования, перегрузка именно током, качание напряжения, синхронный режим синхронного генератора. Вот. То есть, простыми языками говорят, что лампочки начинают там охморгать. Ну, вот здесь привидны последствия. Я сам был свидетелем таких последствий, когда на подстранцах были серьезные повреждения. Ну и, в частности, пожар тоже видел сам на подстранцах. Вот тут горит трансформатор. Это значит, что это были проблемы с релейной защитой, не было отключения, развилось замыкание короткое и дошло до такой апогеи в виде пожара. Теперь мы дадим коротко характеристику предприятиям. То есть, вот, допустим, промышленные предприятия расположены, вот, как они расположены в промышленных районах в основном, и расположены потребительно компактно. Вот. Предприятия промышленные имеют большую мощность. Они снабжаются, имеют подстанции глубокого ввода. Ну, уже таких предприятий, которые снабжаются от районной подстанции полин 35 кВт, практически, ну, это 10, 6, 10, 35 кВт, которые именно снабжаются от районной подстанции, практически не осталось. Такие очень маленькие предприятия. Вот. Ну, какие-то, может, автодорожи могут быть, да. Ну, не крупные заводы. А в основном 110-220 кВт этот промышленный предприятий имеет свои собственные подстанции. То есть, там применяются мощные трансформаторы, кабельные линии, большого сечения т.к. проводы. Ну, у нас есть т.к. проводы Балхарли-Сказган. Ну, значительная часть приемников, 70% относятся к первой группе на предприятиях, где перебори трансснабжения не допустим. То есть, крупные преобразовать дуговые печи. Ну, сами понимают, что это грозит. У нас серьезные последствия. На шахтах, вот, вообще, возможно, возникновение взрыва. Там уже к особой группе относятся это предприятие. Что касается городов, это, ну, такие приемники, электроприемники различной мощности, с большим разбросом по территории. Вот, разнотипное оборудование принадлежит разным структурным подразделениям предприятия. Вот, может быть, очень часто на подстанциях и различных пунктах отсутствует дежурный персонал. Вот, кабельная сеть в основном городов выполняется в виде кабельной сети. Ну, это, во-первых, эстетика. Ну, и кабель менее так мешает городскому движению, чем линия передачи. Возможно, что к одному объекту не хватает одного кабеля, прокладывать несколько кабелей. Такое тоже встречается. Ну, предприятие агропрома, то есть сельские потребители, они такие вот радиальные сети. Напряжением, кстати, начинаются даже от 0,2, от 0,4 кВт до 110 кВт. Вот. Они характерны очень не высокой плотностью нагрузок, потому что сельские места не так заселены. Во-первых, сезонность использования всего это. Распределительные вот эти вот все осуществляются по воздушным линиям. Применяется, есть такие случаи стальных проводов, то есть это очень большие проблемы в плане защиты. Очень низкий уровень токов, приходящих к АЗМ, приходящих к реальной защите. То есть и большие проблемы с измерением этих токов, неправильной реакцией реальной защиты. Горные предприятия. Вот это плюс у нас в основном промышленность Казахстана ориентирована на сырьевую сферу, горнодобывающих, это не газ, уголи, другие полезные ископаемые. Поэтому это шахты, карьеры, очистные разработки. В шахтах, рудниках, карьерах необходимо прокладывать кабель не только по земле, но и под землей, учитывая вот эти взрывы, опасные влажные атмосферы шахты, рудников. То есть некоторых может быть опасность по метану, взрыву пыли. Это ограниченное пространство, ну и больше такие меры безопасны. Там в рейтинге тоже используется. И потом еще можно выделить группу, это у нас в системах электроснабжения можно разделить, как бы выделить дорожный транспорт. Ну это как бы вот он из двух частей, тяговые и внешние сети. Тяговая сеть это та сеть, которая занимается именно непосредственно питанием электровозов. Вот. Относится к первой группе, потому что перебой здесь недопустим. Контактная сеть это очень важный такой элемент, поэтому нельзя допустить ее при пережоге. Защита должна быть очень быстродействующая. Вот. И с высокой надежностью. Теперь мы разберем основные свойства и требования. Некоторые поделятся крайне защитим исполненных сетей. Они должны отвечать следующим требованиям. Избирательность это свойство защиты отключает только поврежденный элемент. Избирательность достигается путем соответствия подбора принципа действия защиты, выбором ее устав, а также расчеты время срабатывания, чтобы не допустить ложно срабатывания на не своем участке. То есть, иными словами, говорят, что защита должна работать только на своем участке. И КЗ должна срабатывать именно ближняя защита, а не дальняя, которая будет являться резервной. потом, что касается другого свойства, это быстродействие защиты. Придем их сократить размер повреждения, быстрое отключение КЗ, необходимо иметь защиту быстродействующей. на трансформаторах, на линиях, на генераторах, на синхронных двигателях. Это уже на линиях, допустим, это крайне важно для того, чтобы потом было успешное АПВ, то есть, повторный запуск. И когда скрытываются провода, на линии ВЭЛ, при гололюде обледнеет сильное ветри, они могут раскачиваться, растягиваться и стал сталкиваться между собой, нахлестываться. и поэтому, если мы быстро отключим данное КЗ, то большая вероятность, что провод останется целым. Тогда, значит, АПВ потом может успешно сработать. Быстродействующими защитами называются защиты, в которых время срабатывания это 0,1 секунды, 0,15 десятых секунды, сотых секунды. За исключением защит мощных трансформаторов сетей, где может быть установлены дополнительные защиты, особенно защиты характерных горных предприятий, поддельных условий развития сетей. Там защиты от утечек применяются для того, чтобы не допустить попадания электрического тока в землю, вокруг трансформатора, образования шагового напряжения. поэтому защита работает в пределах тысячных долей секунды, от 0,2 до 0,4. Следующим свойством является чувствительность. Это способность четко срабатывать при повреждении в зоне ее действия. Оценка чувствительности защиты производится по коэффициенту чувствительности, величина которого регламентируется в поэ. То есть, мы должны понимать то, что у нас ток короткого замыкания, ожидаемый ток короткого замыкания, должен быть все равно больше, минимальный, чем ток срабатанной защиты. гарантируется, что защита у нас работает не только на максимальное значение тока, но и на минимальное. Потом следующее свойство это надежность, способность устройства защиты правильно работать в нормальном и ненормальном режимах, аварийных режимах, то есть, различать надежность срабатывания, надежность несрабатывания. То есть, защита должна, допустим, срабатывать в каких-то качаниях, напряжениях, изменить частоты, ну, четко реагировать на, допустим, короткое замыкание. То есть, не только срабатывать, но еще и не срабатывать при насчет вас. То есть, не пойти по пути ложного срабатывания. Ну, потому что, возможно, различные последствия от излишнего срабатывания и не срабатывания, то есть, до полного отказа. Надежность аппаратуры зависит, конечно, всегда от качества изготовления, технического уровня, эксплуатации, простоты схем, то есть, доказывают, что простые схемы являются более надежными, чем более сложные. Ну, хотя, продавцы микропроцессоров, они утверждают обратное, что, якобы, вот эти защиты микропроцессорные более сложные, но они более надежные. Все это покажет время потом, да. Теперь, что касается принципа построения защит, весьма разнообразны, защиты, большинство защит состоит, ну, строят с учетом тока и напряжения, как воздействующих величин, по способам определения селективности, делятся на две группы, все защиты, которые мы в дальнейшем будем изучать. То есть, защиты есть с относительной селективностью, в эту группу входят все токовые защиты, токовая направленность, спуском по напряжению, с санкционной защитой. Основными параметрами их защиты являются ток срабатывания, сопротивление срабатывания, регулируется выдержка времени на основании того, что каждая рельефность имеет коэффициент возврата. То есть, защиты есть с абсолютной селективностью, основаны на сравнении однородных литерических величин по концам оставленных защищаемых участков, вот, или в соответствующих ветях, параллельных соединениях элементов литерической установки. Такая защита не реагирует на только КЗ внутри защищаемой зоны и не реагирует на внешние КЗ. Защита с абсолютной селективностью является продольная и по привлению дифференциальной защиты. Ну, как показала практика, у нас в Казахстане больше всего применяется продольная защита от астрономаторов. и линии встречаются крайне редко, продольные защиты линии дифференциально встречаются, но только зарубежные. энергетические системы у нас, как бы, больше дистанционно. хотя, в магистральной линии 500 кг, такую защиту имеют. Ну, вот, теперь, в данной схеме мы можем рассмотреть обобщенную схему с защитой от КЗ. вот, давайте, сейчас я вот возьму игрушку и попробую тут подрисовать. так, давайте разберем, что сначала это какая-то линия, линия и к ней выполнено наше подключение. вот здесь мы подключились и образовали свою линию, свою отпайку и питаем какой-то объект, вот, вот, здесь у нас находится потребитель. здесь ток двигается вот в это направление. Соответственно, тут изображена подстанция, здесь напряжение, допустим, может быть 110 кВт, здесь, допустим, 10, то есть это уже понесительная подстанция, здесь находится трансформатор, то есть это высокое напряжение вот здесь с этой стороны у нас, а с другой стороны низкое напряжение сторона, основное, что мы должны как бы знать. И, соответственно, что? Чтобы построить линии защиту вот этого объекта как трансформатора, нам необходимо выполнить какой-то определенный ряд условий. Ну, во-первых, он должен быть выключатель, который обеспечивает нам отключение линии в случае возникновения короткого замыкания. это у нас элемент уже исполнительный, то есть включающий элемент. И тогда нужно обеспечить элементы контроля. Вот эти вот ТВ и ТА, вот здесь вот элементы, это у нас трансформаторы, это трансформатор тока, это трансформатор напряжения. он нам дает параметр напряжения, это параметр тока. Вот это все подсоединяется вот, то есть в частности у нас построена защита токовая. Трансформатор напряжения я пока не использую. Потом буду использовать в дальнейшем своих объяснениях и пояснениях в других схемах. Пока я просто строю защиту от короткого замыкания, именно токовую защиту. Соответственно у меня есть трансформаторы тока, я их расставляю, но здесь можно построить дифференциальную защиту, то есть на трансформаторе тока с обоих сторон или МТЗ, который будет с высокой стороны действовать и МТЗ с низкой стороны действовать. То есть это МТЗ будет действовать на замыканиях, на выводах и в самом трансформаторе и в первичной обмотке, а это уже на его выводах в дальнейшем. Соответственно трансформаторы тока подключаются к измерительной части. Измерительная часть воспринимает вот такие вот колебания, то есть синусоида тока, переменные напряжения, то есть аналоговые, и отсюда уже передает дальнейшую цепочку в логическую часть. Там логическая часть уже может быть выполнена на основе тех же микропроцессов там. Ну, тут логика. Логика связана с тем, что оно должно в определенных условиях что-то включить, отключить. Логическая часть это тут находится, если здесь находится реле тока, допустим, ТА, то здесь уже находится реле времени. Вот. Здесь уже реле времени, КТ, защита будет с выдержкой времени, промежуточное реле, для того, чтобы увеличить мощность контактов, КЛ и так далее. и все это потом у нас идет на исполнительный уровень, который уже отключает выключатель. Вот здесь вот. В случае короткого замыкания, возникновения короткого замыкания, ток здесь увеличивается у нас, протекающий по токоведущим частям. Соответственно, он увеличивается и в трансформаторе, и в выключателе везде. И так он расположен. Телемент расположен последовательно. Включение тока сфиксируется измерительной частью, работает какой-то из трех реле, или все три реле сразу сработают трехфазное замыкание. Замыкает контакты логических реле, и выполняет определенную логическую операцию, и в итоге действует на исполнительную часть, которую отключает выключатель. Для того, чтобы понять, что у нас работало, есть сигнальный орган. То есть на каждую фазу есть свой сигнальный реле. То есть мы будем, можем допустим, понять, было это однофазное, двухфазное, трехфазное замыкание. Ну, что именно сработало, чтобы понимать. Потом у многих реле защиты есть свой источник питания. Это обязательно, особенно для полупроводниковых, то есть статистических реле и микропроцентров этот элемент является наиболее важным. Ну, все эти реле все равно в любом виде требуют какого-то источника питания. Электромеханические, полупроводниковые микропроцессоры все требуют питания. вот. Ну, вот. Это основные элементы. В дальнейшем мы попробуем разобраться еще и с другими схемами. вот. Вот. в итоге хотел бы сказать, что первая, первая часть нашей лекции завершается. в дальнейшем мы продолжим изучение, так как у нас курс обширный и составляет 30 часов, поэтому я сейчас заканчиваю лекцию и во второй части этой же лекции мы начнем, продолжим, вернее, изучение дальнейшее. хотел бы вас ознакомить с контрольными вопросами, чтобы вы как бы получили понимание смысла, для чего мы все это изучаем. Сейчас мы вернемся к контрольным вопросам. и вот я вам предлагаю ознакомиться с перечень контрольных вопросов, ответить на их, если вы на их ответьте, то вы уже какую-то часть данной лекции уже, естественно, поняли, уже получили какой-то богарь знаний и можете уже сказать, что вам под силу разбираться в этих тонкостях определенных. Это все вам нужно будет изучить все-таки самостоятельно. Потом вопрос для СРСП я тоже привожу. Пожалуйста, с ними тоже ознакомитесь. и самое важное, что вы должны изучить отдельно, это вот литература. Если вы прочитаете хотя бы одну из этих книг, то уже станете двумя специалистами в этой области. на производстве сможете довести свои знания до более высокого уровня. Эти все книги вам помогут как раз освоить дисциплину. Еще раз повторяю, можно просто прямым поиском в интернете все эти книги найти. я бы рекомендовал еще отдельно посчитать Гуревича, это касается мегапазательных систем защиты. Ну, спасибо за внимание. Первая часть нашей лекции закончена. До новых встреч.